Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Сразу представлю гостя у нас в студии. Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015», учитель истории и общества знания Самарской гимназии номер один Сергей Кочерешко. Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей Сергеевич! Поздравляем вас с такими победами яркими и очень значимыми, которые пошли чередой в вашей жизни. Скажите, какой момент вам больше всего запомнился, останется самым ярким, впечатляющим и запоминающимся в вашей жизни? Вы имеете в виду из вот этого конкурсного движения? Да, из этой череды, да. Ну, знаете, тут трудно какой-то один момент выделить, потому что таких моментов было несколько. Ну, один из самых ярких, наверное, моментов – это то, когда… Вот самое ответственное испытание на всем конкурсе, да, это открытый урок с детьми, с которыми ты, в общем-то, никогда не был знаком, да. Вот в Татарстане, где мы давали открытый урок, в школе номер 177, за 15 минут до начала урока мне привели детей, мы с ним немножко познакомились, и вот потом у нас пошел урок. И вот когда к концу урока я понял, так сказать, что мы точно, как бы сказать, действуем в одном направлении, что они поняли, что я хочу им сказать, я понял, что они хотят мне сказать, и когда они мне помогли сформулировать итоговый вопрос урока, вот это был, конечно, момент запоминающийся на все время, да, то есть эта самая магия удалась, как говорится, удалось достичь общего языка, найти общий язык за эти 45 минут. Еще, наверное, один из самых запоминающихся моментов – это, конечно, Москва, Большой Кремлевский дворец, когда уже назвали пять победителей конкурса, и возникал вопрос, кто же будет абсолютным победителем. Вот пяти победителям вручили «Малые хрустальные пеликаны», вот свой я сюда сегодня принес, большой не смог принести, потому что он стоит в гимназии номер один. Потом на сцену вышел Виктор Антонович Садовничий, Ольга Юрьевна Голодец, Дмитрий Викторович Ливанов, и Виктор Антонович Садовничий достал вот этот вот конверт, и достал из него вот такую, казалось бы, не очень выглядящую со стороны надпись. Презентабельную. Да, после этого он мне его, ну, когда прозвучал имя «Победитель», я получил массу поздравлений. Для меня, конечно, это был шок, потому что я не готовился к этому, я, ну, так сказать, ставок никаких не делал, просто была задача хорошо представить регион и войти как минимум в пятерку, потому что в прошлом году учитель из Самарской области в пятерке, в позапрошлом, в тринадцатом, тоже в пятерке. Ну, а после этого Виктор Антонович подошел ко мне, отдал мне этот конверт, сказал, «Храните, Сергей, будете показывать детям, внукам и так далее». Ну, и еще, наверное, конечно, два ярких момента, которые мне запомнились, это встреча с президентом, потому что так случилось, что мы встречались в мой день рождения, когда мне исполнилось 26 лет. Все совпало. Да, Владимир Владимирович поздравил меня с днем рождения, я подарил его с прошедшим, у него было 7 октября, у меня 8, вот мы встречались 8, он меня поздравил, сделал мне несколько подарков. Ну, и еще один запоминающийся момент, это, конечно, то, как я вернулся, наконец-то, в Самару, то, как меня встречали городские власти в аэропорту, прямо дети из гимназии номер один, моя жена и мама, вот этот момент тоже. Я был там очень сильно уставший, потому что несколько ночей, по сути, не спал, но эмоции, конечно, запомнились на всю жизнь. Когда еще такие эмоции пережить, хороший вопрос. Ну, скажите, пожалуйста, что же все-таки, так скажем, ну, не подкупило, а что оценили в вашей работе, вот этот самый отличительный момент, почему именно ваш урок стал таким запоминающимся, профессиональным, который вот был оценен? Ну, вы знаете, этот вопрос, наверное, лучше адресовать не мне, а членам жюри, которые оценивали. Да, ну, наверное, проанализировали все-таки, потому что ваши коллеги, которые с вами соревновались, тоже были очень высокого уровня профессионального. Да, безусловно, вот там была очень сильная конкуренция, особенно, когда речь идет, ну, во-первых, все 77 участников абсолютно достойно представили свои регионы, из них каким-то образом жюри выбрало 15, потом выбрало 5, и вот потом выбрало одного. Ну, многие, я могу здесь опираться, наверное, на то, что мне говорили мои коллеги по конкурсу, вот те из 77 участников, те, ну, там, практически 62, которые не вошли в пятнашку, они потом стали членами жюри. И вот они, когда общались со мной, многие из них говорили мне, что, ну, наверное, какая-то та искренность, с которой я и работал с детьми, и общался с коллегами, и общался с министром образования Дмитрием Ливановым на финальном испытании к уровню столи образовательных политиков, вот, они назвали это. А заместитель главного редактора «Учительской газеты» Ирина Георгиевна Димова, она сказала, что, вот, Сергей, у вас есть какой-то внутренний стержень, который видно. Я не знаю, как бы сказать, что и как у меня получилось это сделать, со стороны виднее. Я могу сказать, что конкурс в этом плане предельно прозрачен, и в Ютубе уже сейчас лежат почти все испытания, скоро там еще появятся уроки, можно будет посмотреть и проверить, собственно говоря, что же там конкретно происходило и на уроке, и на мастер-классе, и на встрече с министром Ливановым. У вас не такой большой стаж в профессии педагогической, да? Сколько лет вы работаете? Ну, четвертый год или четыре года уже практически. Четыре года, да. В 2011 году я начал работать в школе. Вот на сегодняшний день, что вам кажется самым главным в профессии учителя? Вот что нужно учителю дать детям, и каким быть самому? Вот профессиональные качества. Вот хороший вопрос. Здесь я могу, наверное, опираться на то, что сами дети говорят. Несколько месяцев назад, когда я готовился к одному интервью, я попросил одиннадцатиклассников, я провел такое небольшое анкетирование, значит, назовите качества, которые вы бы ценили в учителе. Но тут, правда, надо учитывать, что это одиннадцатый класс, которым надо сдавать экзамены и так далее. На первом месте они назвали «Качество справедливости». Вот опять же, то есть, как бы сказать, во-первых, нужно быть требовательным не только к детям, но и к самому себе, потому что когда ты требовательный к себе, то тогда и дети видят, что надо работать на таком же уровне. А во-вторых, ну, наверное, надо быть по-своему правильно строгим. Естественно, не заходя ни в какие крайности и грани, но очень важная задача в школе – научить детей трудиться, потому что для них это сейчас основной труд, мир полон разных источников информации, разных развлечений. А вот сделать так, чтобы дети приучились ответственно относиться к своим обязанностям, наверное, это очень важная попытка, но это очень важная задача, которая лежит сейчас в том числе и на учителе. Ну, а если говорить о сверхзадаче, я тут ничего нового не придумаю, конечно, воспитать человека с большой буквы. Как это сделать конкретно, надо смотреть в каждом индивидуальном случае, потому что все дети разные, и надо, как бы сказать, каждому из них искать, наверное, свой подход. Кстати, сказать, каждые родители тоже разные, и каждому из них тоже надо искать свой подход. Главное – устраивать диалог. Да, вот, главное – устраивать диалог, да, чтобы звучала не только одна сторона, в таком вот, как у учителей часто бывает, в таком приказном порядке и вот авторитарном таком несколько режиме, да, что вот я учитель, вот знание, вот, пожалуйста. Бывает, да, но не только со стороны учителей, бывает и со стороны администрации школы иногда тоже такой же порядок. Бывает и со стороны родителей иногда тоже такой же порядок, потому что, ну, не секрет, что, к несчастью, бывают такие ситуации, когда родители воспринимают школу как единственное место, где ребенок получает воспитание. То есть я в школу его сдал, здесь ему дадут и обучение, и воспитание, а я к этому, как родители, уже не имею никакого отношения. Но это, в принципе, неправильная позиция, потому что надо понимать, что воспитание и обучение не заканчивается с последним звонком, что когда ребенок выходит из школы, приходит домой или общается со сверстниками на улице, он также воспитывается. И, может быть, здесь даже школа уже не является первым, первостепенным, как бы сказать, источником социализации. Все равно, в первую очередь, главный образец – это родители и социальное окружение ребенка. Поэтому каждый из нас должен понимать ту ответственность, которую он несет в каждом своем поступке. Потому что, ну, безусловно, я считаю, что каждый из нас воспитывает всех вокруг, кто находится вокруг, в каждом своем поступке. Да, и примером. А вообще, вот интересно, как вы готовитесь к урокам? Потому что, наверное, задача – сделать материал максимально интересным для детей, да, чтобы никто там не засыпал, не унывал и как-то вот втягивался в процесс, да, заинтересовывался. Вот у вас есть какие-то уже свои приемы, методики, которые вы применяете и знаете, что вот да, это будет выигрышный вариант? Ну, да, безусловно, вот такой вопрос в первую очередь заставил меня поставить перед собой конкурс, потому что, ну, в этом плане, я, конечно, конкурсу очень благодарен за то, что конкурс ставит перед тобой такие вопросы, на которые у тебя в обычной жизни, может быть, не хватило бы и времени. Вот он заставляет задуматься, а в какой системе ты работаешь, какая у тебя там, может быть, это красная нить или главная мысль, вокруг которой ты работаешь. Когда я пытался это сформулировать, я анализировал свой опыт, пересматривал там свои старые материалы к урокам. Ну, во-первых, ну, лично для меня, например, подготовка к уроку истории общества знания – это совершенно разные вещи. Общество знания – это такой более рабочий предмет, который в большей мере ориентирован на экзамен, но сейчас так складывается, потому что это самый популярный предмет из необязательных на ЕГЭ. И дети, очень многие его сдают, поэтому ориентированы исключительно на результат, да. Родители, кстати, сказать в том числе. А вот урок истории, он, на мой взгляд, обладает большим мировоззренческим потенциалом, поэтому к уроку истории всегда подготовка гораздо дольше. Ну, какой подход здесь я стараюсь использовать, я его, в общем-то, и на конкурсе представлял. Это представить какие-то необычные интересные факты, которых нет в учебнике. На самом деле история, наука очень интересная, и у нее огромный потенциал сделать каждый урок интересным. Но очень часто, когда ты читаешь школьный учебник, такое ощущение, что в него специально не взяли те факты, о которых очень хочется поговорить, и которые вызовут у детей настоящий интерес к этому предмету. И вот когда я анализирую там современную литературу, историческую, когда мы с детьми ищем вот эти факты и пытаемся с помощью них, с помощью этих каких-то новых фактов анализировать устоявшееся мнение, которое написано в любом учебнике, это, наверное, и вызывает интерес. То есть мы стараемся посмотреть на обычные вещи, которые всем известны, с необычной стороны. Может быть, задать вопрос, а так ли было на самом деле. Вот именно этой теме у меня был посвящен урок, а именно, так сказать, развенчиванию мифов о древнерусском государстве. И попытка понять историю этого государства немного по-иному. Дело в том, что за последние, ну там, 15-20 лет в отечественной исторической науке был совершен огромный скачок в изучении Древней Руси, и очень многое из того, что считалось доказанным ранее, теперь уже пересмотрено. Школьные учебники за этим не поспевают, откровенно говоря, поэтому вот при подготовке к уроку я опирался на данные современных историков, в первую очередь на исследования профессора высшей школы экономики Игоря Николаевича Данилевского. И мы старались с детьми за традиционными фактами обнаружить некоторые новые смыслы, которые раньше в них не виделись. Ну, вроде бы как это получилось. Да, вот интересно. Скажите, как сейчас складывается ваша жизнь, вот чем вы занимаетесь? Потому что у меня такое впечатление сложилось, что вам даже некогда работать в гимназии. Вы очень сейчас востребованы из стороны педагогов, журналистов. Начальство и так далее. Например, на прошлой неделе я был в Москве в Министерстве образования и науки, и там меня пригласили поучаствовать в проекте, который называется «Российская электронная школа». Этот проект был предложен президенту Путину на летнем молодежном форуме «Территория смыслов». Суть этого проекта заключается в том, что под грифом Министерства необходимо подготовить видеоуроки и образовательные материалы по абсолютно всем темам всех предметов школьного курса. У них там глобальная цель, они хотят составить 12 тысяч уроков, да? Поместить их в интернет, и чтобы через несколько лет школьники, даже находящиеся в самых отдаленных районах страны, могли таким образом получить образование. То есть там такая сверхзадача ставится, что можно школьнику даже не ходить в обычную школу, а пройдя вот этот курс и сдав все экзамены, я, правда, пока не очень понимаю, как это сделать, но получить прямо аттестат и с ним пойти, ну, сдавать там экзамен, да, опять же, получить аттестат и с ним пойти в высшую учебное заведение. Вот меня пригласили готовить несколько уроков истории и общества знания. Вы также творчески к этому процессу подходите? Или вы сталкиваетесь здесь с какими-то препятствиями? Потому что вот кому интересны какие-то детали, потому что потом они будут уже, может быть, не так востребованы. Вот про то, что вы говорите, что вы выискиваете такие детали, которых в учебнике нет. Ну, понимаете, тут есть, опять же, одна небольшая трудность. У нас есть, так сказать, устоявшаяся концепция русской истории, которая проявляется на экзамене. И здесь, как бы сказать, надо учитывать, да, надо одновременно, как бы сказать, вот во мне в этом случае борются два учителя. Один из них готовит к экзамену и, как бы сказать, стремится научить детей тому материалу, который точно будет спрашивать, и в той редакции, в которой его обычно спрашивают. А другой учитель, который учит не детей к экзамену, а учит детей мыслить, так сказать, самостоятельно, подвергать сомнению, может быть, многие устоявшиеся факты, и, ну, вообще, мыслить критически, мыслить самостоятельно, задавать вопросы. Вот я как-то стараюсь на уроках это сочетать. Безусловно, в большей мере это получается, наверное, в среднем звене, где дети меньше ориентированы на сдачу экзамена. Потому что все-таки в старшем звене сейчас сложилась такая ситуация, она, конечно, не очень хорошая, что дети ориентированы именно не на саморазвитие, не на личностное развитие, а на сдачу экзамена. Но у этого тоже есть свои плюсы, потому что если ребенок видит перед собой четкую цель, к чему он стремится поступить в хороший вуз, сделать потом хорошую карьеру, быть востребованным специалистом, это тоже замечательно. И вообще очень радуют те дети, которые имеют мотивацию, которые замотивированы либо на результат, либо на сам процесс получения знаний. С ними всегда приятно работать, и их, так сказать, живые глаза на уроке всегда приятно ловить, искать и с ними разговаривать, потому что они, так сказать, готовы к тому, чтобы работать с тобой, они готовы тебя слышать, и вот к ним, так сказать, найти подход-то проще всего. Ну вот у нас есть в России замечательный поэт Дмитрий Быков, который одновременно и преподает в одной из московских школ. И он, так как я помню его цитату, он детей спрашивает вам, как рассказывает, так, как на экзамене будут спрашивать, или как было на самом деле. Я, как историк, не могу рассказать, как было на самом деле, но могу представить как минимум несколько точек зрения, из которых дети сами, я надеюсь, выберут та, которая им ближе. Главное, чтобы они умели обосновать свою позицию, привести аргументы. Вот вы сейчас, конечно, больше окунулись в сферу образования, в разные стороны, аспекты, и даже на встрече с губернатором стали говорить про проблемы в этой сфере. Вот скажите, что у вас сегодня наиболее такие вот волнующие моменты, что вас тревожит даже, что вы хотите донести? Потому что у вас есть сейчас возможность общаться напрямую с властями. Да, вот это, наверное, та ответственность, которую я понимаю, которую я должен нести за вот этот статус, который мне достался. Потому что, наверное, учитель года должен в первую очередь представлять интересы учительства перед лицом общества, интересы и перед лицом властей. Значит, да, безусловно, я считаю, что решение проблемы начинается с того, что нужно ее хотя бы признать. Поэтому говорить о проблемах необходимо. Если о них не говорить, то развитие системы образования происходить не будет. Ну, опять же, те проблемы, о которых я говорю, это не только моя точка зрения, а это точка зрения и всех финалистов, с которыми мы говорили, и всех участников конкурса, с которыми мы говорили. Одна из самых важных проблем – это проблема бюрократизации труда учителя. Опять же, моя любимая цитата из Евгения Александровича Ямбурга о том, что школа с каждым годом превращается в место, где ученики мешают учителям работать с документами. К несчастью, иногда так, потому что главный ресурс педагога – это время. И возникает вопрос, на что его тратить – на составление программы, заполнение журналов или на подготовку к реальному уроку и работу с детьми. Вот это первая проблема. А вторая проблема, на мой взгляд, это… О ней я, кстати, сказать, говорил и на встрече с министром образования и науки Дмитрием Викторовичем Ливановым – это проблема недостаточного доверия к учителю, доверия со стороны власти и со стороны общества. Этим и объясняется, в том числе, то множество проверок, которые учитель сейчас должен терпеть и через которые учитель должен проходить. Вот, может быть, обществу пора научиться доверять учителю, ведь учитель имеет высшее образование, это, в конце концов, воспитанный, интеллигентный человек. Может быть, меньше проверять его, может быть, государству следует меньше денег и меньше финансов тратить на средства проверки работы учителя, а может быть, больше вкладывать в самого учителя и в самого ученика, и в саму школу, а не в проверку того, что там происходит. Тогда, наверное, результаты образования будут значительно выше. Ну, это мой взгляд. Да. А как вы свои взгляды вот эти будете сейчас продвигать? У вас вообще какие планы? Вот это хороший вопрос. Я, когда я участвовал в конкурсе, у меня-то планов никаких не было, кроме достойно представить регион. Да, вот в том же дело, что все поменялось очень быстро. А сейчас, ну, будем смотреть на те предложения, которые возникают. Вот сразу после вручения Пеликана, когда мы вышли к журналистам, первый вопрос, который задали министру Дмитрию Ливанову, журналисты, был, правда ли то, что победитель конкурса «Учитель года» становится советником министра образования и науки Российской Федерации на общественных началах. Дмитрий Викторович сказал, что правда. Ну, вот я через несколько дней еще раз буду в Москве, в министерстве, может быть, мы об этом будем говорить. То есть, ну, безусловно, надо воспользоваться той возможностью, которая сейчас у меня есть для того, чтобы, ну, может быть, если это получится, может быть, опять кто-нибудь скажет, что это юноши, какие-то там максимализмы и так далее, но чтобы хотя бы что-то изменить в плане положения учителя. Ну... То есть вы реформатор? Ну, возможно, да, просто безусловно, потому что я все эти проблемы, все эти вещи знаю изнутри, хоть я недолго работаю, 4 года, но все равно, да, и общение с коллегами мне все равно подсказывает то, так сказать, к чему надо стремиться. Ну, и вот хотя бы к тому, чтобы бумажек стало меньше, как это сделать, хороший вопрос, но хотя бы направление надо задать и надо обозначить, на мой взгляд. Да, вектор нужно обозначать. Скажите, пожалуйста, вот у вас так все быстро получается? Вы не раньше закончили школу, институт? Или у вас все было, все в свое время? Нет. В 17 лет закончили школу, поступили и так далее, дальше все нормально? Наверное, да. В 25 вступил в брак, родил ребенка, наверное, все правильно, я не знаю. Ну, у кого-то получается раньше, у кого-то получается позже. Ну, всему свое время тут, как сказать, от судьбы не уйдешь, наверное. И вообще во многом в жизни человека складывается и случайность, и моя в том числе, потому что, например, я достаточно случайно оказался именно в той школе, где я работаю, именно в первой гимназии. Я просто попал туда на педагогическую практику на пятом курсе университета. И в той же мере я достаточно случайно, ну, например, познакомился со своей женой, потому что мы просто оказались коллегами на одном из мероприятий для молодых педагогов. И в той же мере, наверное, я случайно участвую в конкурсе, потому что я не сам, так сказать, выбрал этот путь, а директор гимназии сказал мне, Сергей, вы идете на конкурс. Это было почти год назад, и я пошел на этот конкурс. Вот в жизни много случайностей, но именно то, что каждый из нас представляет собой личность, поэтому каждый по-своему эти случайности превращает в закономерности. То есть вы не фаталист, вы не верите в судьбу, а вы все-таки... Я думаю, что... Есть случайности, но нужно... И, безусловно, то, как мы на них реагируем, и превращает их в те закономерности, которые нас окружают, да. Надо вообще, я считаю, искать причину всех событий, которые происходят, в первую очередь, в себе, и стараться менять в большей мере, наверное, не ситуацию, не других, которые вокруг тебя, а себя. Чтобы этим ситуациям, ну, чтобы из этих ситуаций находить правильные решения. Не обвинять вокруг, да, всех, а в первую очередь... Ну, вообще, это такой очень важный принцип, который бы я опять мог бы адресовать всем. Начинать, в первую очередь, учить всегда себя. Ну, вот, а сегодняшняя ваша миссия какая все-таки, вот, как вы определяетесь? Вот что вы должны... Самое важное направление сейчас ваше? Ну, наверное, самое важное, опять же, оно заключается в работе с детьми, в первую очередь, и то направление, о котором я в том числе говорил на конкурсе, это научить мыслить самостоятельно, научить не бояться задавать вопросы к тем вещам, которые даже кажутся общепринятыми, устоявшимися, научиться не бояться мыслить так, как мыслит большинство, то есть научиться не... слепо не следовать тому, ну, что принято в обществе, вот, научиться этой самой самостоятельности, да, и научиться нести ответственность. Да, безусловно, это очень важно в современном обществе, потому что вот на мастер-классе, например, я показывал фрагмент советского документального фильма, который называется «Я и другие», где проводили простой эксперимент. Воспитательница, ну, устроила такой в кавычках заговор, она подговорила трех детей, что две пирамидки, которые будут поставлены, одна черная, другая белая, они назовут их, что они обе белые, и пригласили четвертого испытуемого ребенка. И вот перед ним первый мальчик сказал, что они обе белые, второй, третий, а четвертый испытуемый в нескольких случаях, разные дети, да, сказали, что они обе белые. После этого им сказали «подвинь себе черную пирамидку», они подвинули. Их спросили «Так вы же только что сказали, что она белая, почему?» Потому что так сказали все. Вот, и поскольку такая проблема характерна не только для детей, да, безусловно, очень часто взрослые люди готовы наплевать на свое личное мнение, идя слепо, да, хотя очевидно, что пирамидка черная, а не белая. Вот, как бы сказать, двигаться в этом направлении, я думаю, очень важно, особенно в современном обществе, где очень легко навязываются и распространяются мифы политические, идеологические и так далее. Ну, это признак информационного общества, о которых мы все знаем. Да. А я хотела бы еще уточнить у вас, а себя как историка вы не позиционируете, вот как историка, не педагога, а вот в этой сфере не хотите развиваться? Ну, я могу сказать здесь, что закончил я именно на государственный университет, да, так что у меня вот классическое образование. И после госуниверситета я поступил в аспирантуру Самарского государственного экономического университета. И вот конкурс, мое участие в конкурсе, оно оттянуло, так сказать, главную вещь защиту диссертации, потому что она уже почти дописана. Она посвящена социальной психологии в истории и в прошлом восприятию русским дворянством Екатерины Второй в восстании Емельяна Пугачева 1773-1775 года. Так что планы такие, безусловно, есть. И здесь, так сказать, я чувствую ответственность перед матерью, потому что вот моя мама очень хочет, чтобы я защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Это прямо ее такая важная мечта. И я поэтому должен тоже этому соответствовать. Ну, я сомневаюсь, что в этом году это получится сделать в связи с различными разъездами. Но цель такая есть. И, безусловно, заниматься историей как наукой я тоже люблю. Мне это очень нравится, да, читать источники, документы 18 века. Я несколько раз был в архивах московских, ну, почти каждый год, когда учился в аспирантуре и в университете. Так что материал есть, надо только его систематизировать, доработать, и мечта матери, я думаю, сбудется. Да, то есть вы не первый историк в вашей семье, у вас есть уже поколение, да, которые... Нет, историк-то я первый. А, первый? Я, так сказать, не первый выпускник госуниверситета. У меня мать заканчивала мехмат госуниверситета, а я в этом университете заканчивал эстфакт. Как раз-таки случилось именно так, что из гуманитариев-то я в семье первый, потому что у меня и бабушка, и дедушка, и мама, они специалисты в... У них у всех есть высшее образование, но они там... Там, дедушка инженер, бабушка тоже инженер, мама математики. Технари. Да, технари, так сказать, физики. А я вот оказался лириком, да, по совершенно непонятным причинам. Опять же, в жизни все многое случайно, в зависимости... Все зависит от того, как ты на эти случайности будешь реагировать. Да. И вот все-таки хочу обратиться к вам как к историку. Сегодня мы живем в такое неоднозначное время. Вот какую-то историческую значимость, каких моментов вы сегодня выделяете? Вот на что нам нужно обращать внимание, потому что, вот как вы сами сказали, существует очень много мифов, и как во всем этом разобраться? Что важно вот для нас, для страны сегодня, то, что мы переживаем? Вот на что вы лично реагируете? Ну, могу сказать здесь, что вопрос достаточно трудный, потому что я как историк, опять же, работаю больше с прошлым, а прошлое связано с более длительными промежутками времени. Ну, тогда как общество знания. Ну, на общество знания, я говорю, вот несколько лет подряд мы с детьми используем, причем с детьми разных возрастов, и в седьмом классе, и в десятом, и в одиннадцатом, такой метод, как, ну, минутка новостей, старый добрый советский метод, когда ребенок в первые пять минут урока рассказывает о трех событиях в России и в мире, которые ему больше всего запомнились, и дает им, так сказать, свой анализ. Как он оценивает это событие, ну, там, положительно, грубо говоря, или отрицательно, и какую тенденцию за этим событием он видит. То есть, на самом деле, единое целое складывается из мелочей, поэтому надо в первую очередь, и вот на уроках общественного знания я стараюсь часто это делать, вообще обращать детей к современной общественной жизни, чтобы они интересовались новостями и смотрели вообще то, что происходит в жизни, что происходит в Самарской области, в Самаре, в России, в мире, и в политике, и в экономике и так далее. А, ну, вот, например, еще, что я могу сказать в ответе на этот вопрос по поводу современности. На открытом уроке в Татарстане, который был, мы поднимали тему древнерусского государства, но мы задавались вопросом, а в чем заключалась миссия этого государства. Потом мы задавали вопрос, в чем заключалась, вообще, зачем ли нужна государству миссия, и у каких государств еще какая миссия, закончили мы вопросом о том, а какова миссия этого государства, нашего государства в современные дни. Но этот вопрос остался открытым, и я надеюсь, что ответы на него дадут как раз те дети, которых мы и учим в наших школах каждый день, потому что за ними будущее. Да. Вот еще если вернуться к конкурсу, чему вы смогли научиться у ваших коллег? Вы смотрели, наверное, уроки, какие-то материалы. Вот в свой багаж что взяли? Ну, вы знаете, да, безусловно, конкурс. Чтобы вас услышали и тоже поделитесь своими знаниями, что тоже другие педагоги нашей области могут перенять, собственно говоря. Да, конкурс, он замечательный не только тем, что он заставляет тебя самого задать себе такие вопросы, которые бы ты не факт, что задал себе в обычной жизни, но он еще дает тебе возможность общаться с замечательными людьми, с высокими профессионалами своего дела, как со своими коллегами по конкурсу, да, 77 участников, которые съехались в Татарстан, а потом в Москву, так и с членами жюри, например. У нас жюри возглавлял Виктор Анатольевич Садовничий, на его открытой лекции в Сочи мы тоже были. Также в жюри входил великий современный педагог Шалвал Александрович Аманашвили, который мне повезло, он, так сказать, и вручал мне малого пеликана на сцене Большого Кремлевского дворца. Ну, вы знаете, чему конкретно научился? Тут перечислять, наверное, можно слишком много. Самое ценное, что можно передать. Ну да, всех, кому интересно, я призываю посетить сайт конкурса «Учитель года», потому что там есть все и видеоматериалы, и материалы заочного тура, где действительно можно множество, ну, таких, казалось бы, ну, там, мелких, ну, небольших, но очень необычных методических приемов в свою копилку, так сказать, положить. А самому главному, наверное, чему я научился, ну, не знаю, тут опять не то, что научился предметно, а научился, ну, как это сказать, здоровой конкуренции. Никогда люди, ну, понятно, что мы все съехались, мы по-своему конкуренты друг друга, мы по-своему и коллеги, друзья по несчастью, если конкурс можно назвать большим несчастьем, потому что, ну, он заставляет много сил на себя тратить. Вот для меня было очень приятно, что, несмотря на эту самую конкуренцию, все равно у меня появилось множество новых друзей среди участников этого конкурса, поэтому было, так сказать, грустно разъезжаться по разным регионам, когда все это дело заканчивалось. И вот, наверное, опять же, научиться человеческому отношению даже в таких трудных испытаниях очень важно, очень важно увидеть, что такие примеры есть. Наверное, вот это самая важная вещь, оставаться человеком в любой ситуации, даже, так сказать, вот в такой ответственной ситуации, когда на тебя смотрит вся страна, и когда за каждый из нас переживает свой регион. Но все равно такие ситуации, да, взаимоподдержки, ну, там, вообще добрых слов друг другу, это было очень распространено там, и я благодарен своим коллегам за ту большую поддержку, которую они оказали мне уже там на конкурсе. — А своего учителя истории вы вспоминаете? Он какую-то роль оказал вот в вашем выборе профессии и так далее, или нет? Вот что повлияло все это? — Вот у меня учителей этой истории было много достаточно. — Какой-то был один самый, может быть, который... — Ну, случилось в жизни так, что вот тот учитель истории, который, наверное, из историков на меня больше впечатлений оказал, Светлана Владимировна, она работала не в моей школе, а она работала на курсах при подготовке в университет, куда я ходил учиться. Вот ей-то я в первую очередь и благодарен за тот интерес к истории, который у меня появился. А вообще, в целом, ну, первая мечта стать учителем у меня, как и у многих других моих коллег, появилась в начальной школе, когда ты с маленьким ребенком приходишь, видишь этот мир, который устроен совершенно по-своему, и начинаешь играться в учителя. Потом как-то жизнь сменилась, однако вот, когда на пятом курсе я пришел на педагогическую практику, то, как историки гимназии номер один работали с детьми, опять заставило вспомнить эту вот давнюю мечту из начальной школы, и, безусловно, когда директор гимназии предложил мне остаться на работе в гимназии, я остался. И вот четыре года там работаю, и хочется верить, что не ошибся с призванием. Во всяком случае, мне это очень нравится. Да. Вот вы сказали, что ваша одна из задач, как педагога, это вдохновлять детей. Ну, я так понимаю, что это не всегда получается, не у всех может получиться. А этому можно научиться? Вот как-то? Хороший вопрос. Я так думаю, что вот очень важно здесь это качество личности каждого учителя, а научиться быть другим человеком невозможно. Здесь, я думаю, да, ну, опять же, каждый учитель должен работать над собой, вот, работать в той уникальной манере, которая для него характерна. Каждый учитель должен быть по-своему естественным. Меня всегда спрашивают, как выбрать, значит, методические приемы в работе разных учителей. Я говорю, выбирать нужно то, что органично вам, то, что интересно вам. Потому что, ну, на мой взгляд, у учителя есть какая-то магия у каждого, который, вот, заходя в класс и закрывая дверь, вот, неизвестно, что он делает. Научиться этому, можно научиться, там, порядку действий, которые он делает, но все равно личность передать невозможно. И когда, например, там, философ Лосева в 20 веке спросили, что такое любовь, он сказал, что это тайна для двоих. Вот, что такое педагогика, это тайна для двоих, для учителя и для всех детей, которые, для учителя и класса. Как именно в эту тайну проникнуть, я не знаю. Наука это не передать. Опять же, все дело в личности каждого педагога. И в его индивидуальном подходе. Ну, есть еще такая вещь, как призвание. Все мы рождаемся для чего-то, да, если ты в своей, вот, уже почувствовал, что это твое призвание, то здесь уже, наверное, нет предела в совершенству и развитию. Спасибо вам огромное. За то, что вы так достойно представили нашу область, наш город, наше учительство. И дальнейших вам успехов. Я хочу вам пожелать, чтобы вы остались таким же вдохновляющим педагогом и реформатором в том числе. Спасибо огромное. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова